Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лана, и я хотела бы ответить на вопрос-не вопрос, на замечания или комментарии в моем посте, что вычленение какой-то одной богини ведет к акцентуации характера. Это неверно. Если мы вспомним, что личность многогранна, и даже колесо самореализации у нас делится на разные сферы – здоровье, карьера, семья. дети, подруги, хобби, то мы понимаем, что личность охватывает все это колесо. Мы не можем зацикливаться на какой-то одной сфере, поэтому никакое выделение не является таким статичным. Личность развивается и меняется богини. Они приходят как инициирующий опыт для женщины, для той или иной личности, с той или иной целью. Поэтому такое замечание является неверным. Однако все же стоит помнить, что каждый из нас индивидуально и обладает своим набором черт, качеств. И все-таки у каждой есть богиня-покровительница, с которой у нас есть контакт. Вступить в контакт с ней, найти к ней дорожку и понять, на что она вибрирует, как откликается, как раз и моя задача – помочь вам это увидеть и слышать, и найти тропинку. Невозможно выразить себя сполна, используя только какой-то один инструмент. Очень часто бывает так, что какие-то богини остаются в тени, и это мешает личности развиваться гармонично. Соответственно, наша задача – увидеть эти слепые зоны, потенциал, резерв, ресурс, который, возможно, как-то нужно развивать. Обнимаю. Всем хорошего дня. Пока. Продолжение следует...